Моя любимая модель, наверное, вот этот свитшот, потому что он уже привлекает к себе внимание. Такую необычную одежду шьет Анастасия в Красноярске. В этом году, говорит дизайнер, к ее работе стало больше внимания. В Край создан Сибирский институт развития креативных индустрий, чтобы объединить представителей творческих профессий, поддержать и продвинуть их товары. Анастасия стала участником недавней недели моды. Это первое событие в Сибири про моду, именно как про индустрию. Оно принесло красноярским дизайнерам более миллиона рублей. Благодаря Сибирской неделе моды я получила множество полезных знакомств. Это самое ценное, что может быть в нашей жизни. И, конечно же, финансовая поддержка. У меня здесь есть мои любимые клиенты. И они очень всегда просили меня, Настя, открой что-нибудь, мы хотим приходить и примерять. И вот, наконец-то, свершилось чудо. Я так рада, что есть это пространство сейчас, потому что оно соответствует моему бренду, моей философии. Теперь дизайнер – один из резидентов нового креативного пространства индустрия, где открыли магазин сибирских брендов. Место для шоурума выставочного зала выбрано не случайно. Целый кластер для креативных мастеров чуть раньше начал формироваться в здании бывшего завода «Квант». В этом году к его развитию подключился Институт креативных индустрий. Здесь креаторы могут занимать офисы, создавать мастерские, проводить события, а теперь и продавать и продвигать свои изделия. Я хотела бы выразить сначала благодарность за то, что меня взяли к себе в центр продюсирования. В моей деятельности произошел просто квантовый скачок, потому что то, что я мечтала сделать на протяжении шести лет, мы сделали практически за два месяца благодаря команде. Совокупность факторов, потому что товар уникальный. Я им поистине горжусь, потому что если бы не товар, я бы, наверное, не вышла на эту аудиторию. Первый год своей работы Институт развития креативных индустрий посвятил изучению творческих сообществ. Для этого проводились крупные мероприятия и даже выезды. Наша делегация побывала на российской креативной неделе в Москве. После креаторы из других регионов приехали на форум в Красноярск. Работала в городе и выставка художников «Тайгард». Ее сначала показали молодежи на площадке «Тимбирюса», а потом и Красноярску в музейном центре «Площадь мира». Главная задача в этом году для нашего института была работа именно с самими индустриями. Понять, какие индустрии есть в Красноярском крае, какие из них активно развиваются, кто их лидеры, какого качества и объема есть там продукт и что им нужно от государства. Какие условия нужно создать для того, чтобы молодежь оставалась, для того, чтобы она здесь самореализовывалась, для того, чтобы она самореализовывалась именно в предпринимательском ключе, для того, чтобы наращивать занятость в экономике. Получить поддержку сегодня может любой представитель творческой сферы, у которого есть оригинальный товар, пряник, косметика, программное обеспечение, одежда или мебель. Институт помогает доработать продукты и вывести его на рынок. Поддерживают консультации и обучением, и юридическим сопровождением. Нужно оставить заявку на сайте industry.art. Следующий год работы Институт развития креативных индустрий посвятит созданию точек опоры для новых креативных предпринимателей, чей бизнес требует крупных производственных помещений или по логистике не подходит для центра города. Продолжение следует...